Они бегают, играют и смеются. Дети как дети. Только каждый из них видел взрывы домов и убийства людей. Зачастую самых близких родственников. То, что их ровесники знают только из военных фильмов и книг, они испытали на себе. Был бой. Наш город держали 4 ополченца. Против 146 нацгвардии, 7 БМПшек, 2 установки град, 2 вертолета Ми-8 и 2 истребителя. Потом ополченцам пришло подкрепление и они отбили атаку. Педагоги и психологи в Снегирях постарались сделать все, чтобы дети забыли ужасы войны и поскорее адаптировались к нормальной, мирной жизни. Все они дети Донбасса. Из Луганской и Донецкой областей. Когда началась война, родители отправили их туда, где не стреляют. В Россию. Когда вдалеке стреляют грады. Смерчи всякие. Очень тяжелая артиллерия. Страшно стало и мама сказала, мы уезжаем. Мы собрали вещи и уехали. Я очень люблю Россию. Хочу, чтобы все было хорошо. Хочу любить своих друзей. Своего лучшего друга детства. Все равно все иногда заканчивается хорошо. Эта война, я думаю, закончится. Все будет хорошо. Привезти зимние каникулы в Снегирях приехало сотня школьников, вынужденных переселенцев. Сейчас они живут в Белгородской и Воронежской областях. За 10 дней они успели объехать почти все достопримечательности Москвы и Подмосковья. Были в театрах и музеях. А в Снегирях плавали в бассейне, катались на лыжах и коньках. Правда, программа была строго согласована с психологами. Все-таки это необычные дети. Были рекомендованы воздержаться от использования пиротехники на мероприятиях, от просмотра фильмов с военной тематикой. И также мы ограничили деток в посещении музеев с военной тематикой. Помощь детям Донбасса объединила все четыре политические партии Госдумы. Этот проект – общедепутатский. Все, независимо от своих убеждений и взглядов, готовы оказать поддержку и защитить обездоренных войной детей. Любая власть, любая политика обязана думать о том, чтобы им было хорошо. Если в стране хорошо женщинам, детям и старикам, то всем остальным будет обязательно хорошо. Нам надо с каждым днем усиливать помощь и поддержку. Правильно? Да. Главный подарок Снегири приберегли на последний день отдыха. Перед отъездом все дети стали зрителями или даже участниками красочного представления. Московские приключения детей из Донбасса заканчиваются здесь, в Снегирях, большим галоконцертом. Их сверстники из России приготовили музыкальные и танцевальные номера. Не отказались в участии и звезды российской эстрады. Сюда, в этот зал, приехали и 400 учеников московских и подмосковных школ, чтобы сказать свое веское слово. Дети Донбасса и дети России – одна большая семья. Больше двух часов на сцене концертного зала Снегири звучали песни о мире, добре и детстве. Наряду с начинающими исполнителями Иосиф Кобзон и композитор Евгений Крылатов. Эти зимние каникулы подошли к концу, но впереди весенние. И оздоровительный комплекс Снегири вновь ждет гостей. Иван Журман, Алексей Шалюков и Николай Прокопенко, КПРФ ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова